Мила Сенчина из того поколения артистов, которым не нужны были продюсеры, которым хватало таланта и везения, спела однажды Золушку. Проснулась известной и любимой. Хоть поверьте, хоть проверьте, это был чудесный бал. Она спела эту песню на каком-то голубом огоньке, и сразу, буквально сразу, она стала королевой, так сказать. То есть из Золушки она превратилась даже не в принцессу, а в королеву. А ведь её пришлось уговаривать исполнить эту песню. Я говорю, не буду, это детская песня. Она очень хорошая, но детская, а я уже взрослый. Ну, он её заставил спеть эту песню, Людочка её полюбила. 48 лет подряд она пела эту песню. Начался её волшебный бал летом 65-го. Девушка с хрустальным голосом из украинского села приехала в Ленинград и опоздала на вступительные экзамены в театральный. Ночлег на вокзале, скитание по большому городу, слёзы на ступенях музыкального училища. Они растопили сердца педагогов из приёмной комиссии. После выпускного служба в театре музыкальной комедии. 13 спектаклей в репертуаре. Хоть она числилась опереточной актрисой, но голос у неё был неопереточной. У неё... Она могла вот таким голосом петь всё, что угодно. И классику, и неклассику, и эстраду. Сенчина обладала редким для современной эстрады вокальным интеллектом. В её исполнении ничего манерного. Голос чистый, родниковый. Сенчиной восхищался Мишель Легран. Он приезжал в Ленинград, они записывали песни и гуляли по городу. Она была настоящим воплощением русской женщины. Задушевная, простая, и на сцене, и вне её варила потрясающий борщ. Сажала цветы на даче. У неё прорвало трубы. И она от ужаса происходящего забыла туфли, забыла всю бижутерию. Взяла только концертное платье. Примчалась на концерт, а выходить не в чем. И пела она в моих туфлях, которые были ей на полтора размера велики. Успевала всё. Гастролировать, вести программу на центральном телевидении, сниматься в кино. Вот она в образе артистки Кабаре в фильме «Вооружён и очень опасен». Он мне полезет на рожон, он до дубов вооружён и очень, очень опасен. Алюся в актёрском плане, в плане звучания голоса, тембристости и прочее, она, конечно, была номер один, безусловно. Лев Лещенко приехал в Петербург, чтобы вместе с Людмилой Сенчиной выступить на торжествах, посвящённых годовщине снятия блокады. Коллеги не были в курсе её болезни, знали только самые близкие. Артистка ушла, оставив после себя огромное музыкальное наследие. Её будут переслушивать и перепевать. В день смерти её песня про день рождения звучит словно завещание.